Здравствуйте, уважаемые друзья! За бортом минус 4 градуса Прошу прощения, что пропал на несколько дней Но у меня были очень загруженные денечки И я реально был не в состоянии что-либо делать, монтировать И хотел ответить на вопросы, которые таким общим видео Которые почему-то как из рога забили Как из рога забили, сыпались в течение всей прошлой недели И они сводятся к тому, что в основном ребята были из Средней Азии и из Кавказа Они спрашивали, вот у меня есть удостоверение электрика У меня есть права автопогрузчика У меня есть права экскаваторщика Там еще кто-то был Вот могу я приехать и работать в Канаду В Канаде Естественно, вопрос с одной стороны он как бы простой Да, естественно, ты можешь приехать Не вопрос, Канада открытая страна Но мы прекрасно понимаем, что речь идет не просто о том, чтобы приехать И чтобы просто приехать Вот приехал, и тебя с руками и ногами оторвали А это вопрос связанный с бюрократией Который ты должен пройти, прежде чем ты пройдешь свой путь в Канаду И я просто хотел бы в двух словах еще раз напомнить Что, ребята, существует несколько предварительных этапов, прежде чем вы попадаете в Канаду Этап первый, если мы говорим про рабочий вариант Вы должны найти работодателя Работодатель должен иметь на руках LMAE LMAE это бумажка, которая сделана Министерством труда Канады Точнее, подразделением Service Canada И она говорит о том, что наем иностранца является Нейтральным или позитивным эффектом для рынка труда Канады Это значит, что для канадцев от этого не хорошо, не плохо А может быть даже и хорошо Что из-за того, что мы нанимаем иностранца за границы Рабочее место потенциальное, которое могло бы быть за местным жителем За канадцем или пиар, оно не пропадает, ничего То есть люди искали, искали, искали Плакали, плакали, плакали Бизнес стоит, работа стоит Люди не получают прибыль И, соответственно, поэтому мы вынуждены искать кого-то за границей Вот, собственно, логика получения этого самого LMAE Так вот, первый этап – это поиск работодателя Который готов вам или уже имеет на руках LMAE Готов вам сделать или имеет на руках LMAE Если этого нет, если этого не будет То тогда, собственно, разговор на этом уже, собственно, и заканчивается Значит, следующий момент Это момент, связанный уже непосредственно с вашей квалификацией Канада, к сожалению или к счастью, страна, которая безумно забюрократизирована И вы не можете выполнять определенное количество работ, в том числе рабочих специальностей Не имея на это местного разрешения, не имея на это местных прав Как только вы получаете те самые местные права Вы становитесь таким же участником рынка, как и, не знаю, местные жители И все хорошо, в принципе, если у вас есть ручки-ножки Если вы хорошо умеете делать свою работу, то вы без проблем устроитесь Опять же, при наличии у вас разрешения на работу, конечно Потому что если у вас есть местная корочка, но при этом нет местного разрешения на работу Work permit То мы возвращаемся к пункту 1, что вы должны найти того работодателя, который для вас все это дело сделает То есть он должен быть готов к оплате 1000 долларов пошлины Он должен быть готов к куче бумажек Оформление, предоставление финансовой отчетности в налоговые Точнее, не в налоговые, а в контролирующие органы Канады И так далее Поэтому, друзья мои, вы должны понимать, что Опять же, почему хорошо или плохо наличие всяких разных местных эксцинзий Потому что, если мы говорим про работу, допустим, электрика Да, мы с нее начали То ты не можешь нанять просто электрика, которая хорошо, прекрасно умеет делать свою работу То, казалось бы, электричество и, не знаю, и в Казахстане электричество И в Армении электричество И в Азербайджане электричество И в Канаде электричество Это одно и то же, да Но при этом Система Не знаю, там, предпределения этих самых проводов Там, система управления этим самым электричеством И так далее А страны к стране отличаются Да Сам принцип работы один и тот же Но от страны к стране он отличается И, соответственно, когда ты приглашаешь на работу человека, который не имеет лицензии Он тебе прекрасно делает Да, он тебе отлично делает Он надежный человек Он проверенный Он делает исключительно качественные вещи Но, когда дело доходит до страхования То ты должен сказать Делал ли эту работу лицензированный человек или не лицензированный Без этого просто-напросто страховая компания Не будет вас страховать Здесь в Канаде практически все у всех застраховано На случай если, да Это реально очень важно И получится так, что если вы заплатили тому, у кого нет лицензии А потом выясняется, что что-то произошло, да То страховая компания просто-напросто вам ничего не оплатит Раз Во-вторых, могут быть штрафные санкции за то, что ты обманул В плане предоставления информации, да То есть все, что ты до этого делал, может быть воспринято В негативном ключе Скажем так Поэтому Мы возвращаемся к истории Про которую я уже много раз говорил Мы сейчас едем по Пойт-Клеру Мы сейчас немножко дворами проедем Поэтому можно посмотреть, как живет Пойт-Клер Пойт-Клер это один из районов, округов Монреаля Который находится на Вест-Айлы Вот И Соответственно Там, по-моему, знак стоп был Не видел, что-то И, соответственно, вы можете приехать сюда В качестве туриста Вы пройдете здесь обучение В качестве, не знаю, кого угодно Корановщика, электрика, водителя Я не знаю Водителя Водового автомобиля И параллельно Вы ищите себе работодателя Если у вас все складывается Если у вас все хорошо То тогда К моменту, когда вы получите Местную корочку, местную лицензию Вы найдете того, кто за вас возьмется Кто будет делать вам рабочую визу Как только у вас будет рабочая виза Соответственно, вы Опять же, есть два варианта Вы либо подаете на рабочую визу У себя Поскольку вы иностранец Либо У себя дом, я имею в виду Либо вы Через свое домашнее посольство Либо вы Идете на границу У вас на руках будет И у моей бумажка Которая говорит, что у вас Все хорошо с Министерством труда Канады И, соответственно Вы на границе получаете рабочую визу И начинаете с этого дня работать В общем, логика такая Но, в любом случае, еще раз говорю Что, с одной стороны, у вас есть квалификация У вас есть опыт работы Вы можете быть прекрасным рабочим специалистом В какой-то области Но у вас нет местных корочек Местные корочки Значительно удешевляют На рынке труда И максимум, на кого вас возьмут Это помощник То есть, по факту, вы, скорее всего, будете делать То, что вы должны делать Имея лицензию Но вы будете числиться Как помощник какому-нибудь Не знаю Опять же, возвращаемся к электрику Помощником электрика Он будет получать Полноценную Сумму денег За работу, которую вы выполнили Просто с вами будет делиться Вы будете получать Не 100% от суммы А, условно говоря Половину, в лучшем случае Вы к этому должны быть готовы Это вы должны понимать Ну, собственно За всем все Откланиваюсь Всем отличного дня И счастливо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому